Это как бы китайская модель, ничего нового товарищи коммунисты не говорят. Более того, скромно умалчат, что тогда нужно было бы сохранить руководящую роль коммунистической партии, если бы идти таким путем. В принципе, я не знаю, осмелится ли кто-то утверждать, что такой путь для России был неприемлем, наверное, это не совсем так. Но то, что он был невозможен, потому что коммунистическая партия развалилась изначально, она как бы, ну будем так говорить, может быть, в силу того, что у нее стаж побольше, она период созревания прошла под Осимом Виссарионовичем, период, значит, вот этого самого спуска с горы под Леонидом Ильичем. И нельзя было этого, прогнивший уже был огурец, да, его нельзя было уже никакими косметическими действиями, как, скажем, это делали китайцы, привести в какой-то, ну, придать ему рыночный блеск. Плюс к этому разный менталитет совершенно, русский и китайский. Плюс китайский.